Пастор Олег Страмарина, спасибо всей команде, всем служителям за то, что вы делаете здесь в городе. Тебе тоже, Дима, спасибо. Супруге, они, спасибо. Знаете, это драгоценно. Спасибо всем левитам, служителям, которые здесь служат. Это непростое служение. Это большое служение. И знаете, почему я так говорю? Потому что есть человек, есть служение. Вот я хочу еще раз сказать, что вот есть человек, и есть служение. Вот если ты есть, через тебя может быть служение. Поэтому так драгоценно, когда есть те, потому что, ну, пастор, супруга, да, семья, это одно. Но если нету тех, кто рядом, и всей команды, вот всех служителей, да, которые служат, созидают церковь, я как ни приеду, у вас что-нибудь все новое. три экрана уже, я не знаю, что он уже делать. Три экрана, да. Новые потолки уже начались там, да, потом, вы живете каждый день, словом, все творят все новое. У вас пастор, вот, все творит новое. Ну, показал мне, что еще будет, поэтому приеду потом, чтобы посмотреть, будет. Вот, и спасибо всем, знаете, кто жертвует, действительно, потому что, ну, без этого как может измениться что-то. А вот когда у нас есть жертвенность, то жертвенность приносит изменения. Я не говорю даже о финансах, я говорю вообще о жизни. Потому что, друзья, вот мы говорим, вот жертвуешь финансы, или десятину твоего приношения, на фоне того, что сейчас происходит, как и пастор сказал сегодня, что ничего не нужно, что уже все Христос сделал, не надо этот Ветхий Завет, все это проклятие, все эти финансы и все прочее. Финансы – это биологическая кровь церкви вообще. И церковь может жить тогда, когда есть жертвенность. Но жертвуя финансы, мы жертвуем себя. Потому что, приобретая финансы, мы же тратим время. Мы, приобретая финансы, мы тратим здоровье, мы тратим силы, мы тратим себя, мы тратим, да, и используем свои таланты, и так дальше, и так дальше. Все это – это жизнь. Поэтому, принося финансы, мы не просто там принесли тысячу рублей, мы принесли нашу часть жизни. Поэтому, посвящая себя Господу в финансах, мы понимаем, что это часть нашей жизни и нашего служения. Аминь. Вот поэтому я и хотел сегодня поговорить о том, что каждый из нас очень драгоценен для Господа. В нашей жизни всегда борьба двух миров, можно сказать, или двух, знаете, вот двух сторон. Одна сторона – это Божья сторона, другая – это наша сторона. И наша сторона, она всегда борется с тем, что мы знаем, кто мы. Или мы слышали о других, кто мы. И вот эта борьба между тем, кто мы с нашей стороны и кто мы с Божьей стороны, всегда происходит в нашей жизни. Бог говорит одно про тебя, а ты думаешь другое про тебя. Потому что, может, тебе родители сказали по пьяни где-то, или, может быть, кто-то проклинал тебя там, или злился на тебя, сказал тебе что-то, или, может быть, даже твои близкие друзья сказали, что у тебя в жизни никогда ничего не получится. И вот эта борьба все время происходит. Бог говорит одно, а я говорю про себя другое. Когда мы смотрим на Писание, да, мы можем провести несколько примеров. Моисей, который был такой ревнитель, он был ревнитель, он по ревности своей даже убил египтянина, который обижал еврея. Поэтому евреев обижать не надо. Евреи, благословенный народ, обижаешь евреев, зачем тебе лишние проблемы? Но Моисей из-за ревности, да, он убил египтянина. Убежал там, вы знаете, в пустыню и так дальше, жил там долгие-долгие десятилетия. Бог является ему и говорит ему, что ты пойдешь. И вот Моисей знает, кто он. Косноязычный он там, может, заикался, не знаю, как Павел говорит, моргал глазами или тоже дожал его плоти. Можем привести много примеров. Господь ему говорит, пойди, я буду с тобой, и он говорит, я не могу, я не могу говорить, я не могу являться перед людьми, я не могу. Господь говорит, все равно пойдешь, если вот ты будешь представителем, а твой брат, Аарон, он будет моими устами. Понимаете? Возьмите, возьмите, и что он сделал? Он пошел. Трудности были, много разных вещей, потому что, вот опять же, борьба. Люди говорят, ты кто такой? Дай нам мясо, ты привез нас в пустыню, мяса нет. Все на пастора, да? Пастор должен мясо дать, пастор должен хлеб дать, пастор должен манну с неба свести, воду из камня, из скалы извлечь. Вот эта борьба постоянная из того, кто я для себя, и как видит меня Бог. Я пережил это в своей личной жизни, потому что я когда-то хотел сильно проповедовать, но никогда не хотел быть ни пастором, ни епископом, потому что это был грех в нашей церкви, если ты думал стать пастором. Ну, это такая была защита для пасторского служения, чтобы никто больше не вникнул в это даже никогда. И вот пастору было запрещено даже думать, чтобы ты стал. А вот проповедником, да. Я думал, ну, буду проповедником. Но когда я первую проповедь, как бы была возможность сказать, то это было страшно. Я просто, ну, там немного людей было, молодежное собрание, может быть, 20-30 человек, и когда ты сидишь, то ты как и все. А когда ты встал, и все смотрят на тебя, вот, жадно услышать, что скажет я тут свое слово, да. И когда я встал, я же никогда не забуду, это был 1976 год. Может, некоторых еще не родились. Ну, да, 1976 год, и было лето, и я как встал, как посмотрели на меня эти люди, я забыл вообще, что я должен был сказать, хотя я готовился очень долго, потому что вот сейчас у нас есть, да, айпад, нажал кнопку, ты все знаешь. А, в нашей церкви, в нашей церкви, ты такого не мог позволить себе, даже написать на бумажку не мог, потому что читать или проповедовать с бумажки, это был грех, потому что это была плоть, это были мозги, а надо, чтобы был дух. А там, где дух, там нет бумажки. Понимаете? Поэтому в духе без бумажки. А когда люди посмотрели на тебя, и все, дух пропал. Бумажки нет. И ты... И все. И я что смог сделать? Я хотел проповедовать, что я человек, что ты помнишь его. Вот, и сказал... Аминь. И сел. Все. И я, ну, пожалел, что я встал. Вот в моем юном сердце, да, еще было, что мне было там, вот, 16 лет. И вот в моем сердце было бы глубокое печаль, разочарование такое внутреннее, что я никогда не смогу, потому что в школе тюкали, затюкали так, что боишься людей просто. А хочешь быть проповедником, людей боишься. Вот это твоя часть. Ты людей боишься, а внутри Божья часть, ты хочешь быть тем, кем хочет видеть тебя Бог. И поэтому постоянная вот эта борьба. Но я сегодня хочу сказать, что Дух Святой, Он победитель. И победитель в нас, и через нас. Аминь. Халлелуя. И Он будет абсолютно использовать, использовать нас. Ну, как использовать, такое слово, использовать нас. Будет действительно действовать через нас. И после собрания, это единственное, что было, и вот это важно, что мы есть друг у друга, как церковь, как тело Христово, руководитель молодежи, такой пастыр вот, молодежный, как брат Дима здесь. Правильно, да? Вот. Он подошел ко мне после собрания, так обнял меня, сказал, молодец. Это было очень круто. Слава Богу, что ты не сдался все-таки. Аминь еще сказал, и псалом прочитал, и ободрил меня, и сказал, что в следующий вторник, у нас по вторниках было молодежное собрание, будешь снова проповедовать. Ну, на следующий вторник я уже был другим. Вот. Я ожил, да, и в самом деле, Господь благословил из этого времени, шаг за шагом, шаг за шагом, я начал проповедовать, начал упражняться в этом. Не было ни школ библейских, у нас не было ни книг христианских, все, что было, и вообще все были против книг христианских. Все пастора, все служители сказали, не читать ничего, кроме Писания. Вот. И я как-то вот до тех пор, вот, кроме Писания, редко что читаю. Но читаю, да, сейчас читаю, потому что сейчас, как мне читать? Сейчас надо блеснуть, что ты все-таки что-то знаешь. Там, прочитал того-то, того-то, какими книгами, там, интервью берут, знаешь, уже страшно, поэтому кое-что прочитал, так, чтобы для интервью не было как-то стыдно. Ну, обратимся к Писанию, друзья. Халлелуя! Жив Господь! Слава Иисусу! Слава Иисусу за Его благодать в нас и через нас. Да, и аминь. И поэтому, как говорил Давид когда-то, кто я и кто дом отца моего, да, что ты позволил мне так жертвовать. Поэтому, кто я и кто дом отца моего, что Господь позволил. Поэтому, слава Иисусу за Его благоволение. Привет вам от нашей церкви, забыл передать. Моя супруга тоже здесь придет на второе собрание, правда, кто хочет увидеть, то оставайтесь. Павел говорит, второе послание, Тимофею, первая глава, и он говорит, я благодарю Бога. Видите, послушайте, я не буду приводить больше примеров, у нас не так много времени, но он говорит, я благодарю Бога, которому служу, от прародителей с чистой совестью. То есть, другим словом, Павел говорит так, мое служение рождает во мне благодарность. Мое служение не рождает во мне обременение, не рождает во мне иго неудобоносимое. Мое служение, которым я служу Богу от прародителей, рождает во мне благодарность. То есть, я служу, я жертвую, я отдаю, да, время, как я сказал, финансы, таланты, определенные силы физические и так дальше, я отдаю себя Господу, и это должно рождать во мне, знаете, что, ну, по крайней мере, неудовольствие, ну, что я один вот должен, ну, что я хуже всех или лучше всех и так дальше, да. А Павел говорит, я служу Богу и это рождает во мне благодарение. Я желаю, чтобы все служители в этой церкви, все, кто служит Господу с чистой совестью, я хотел бы, чтобы служение ваше, что бы вы ни делали, встречали людей, стояли здесь на камерах или сводили интернет и онлайн, или делали сбор финансов, или служили другими какими-то дарами, бизнесом и так дальше, чтобы ваше служение Господу, наше служение Господу, пастырское служение Господу, лидерское служение Господу, домашние группы, все служители, кто открывает свою дверь для верующих в доме своем, чтобы ваше служение приносило вам огромную благодарность. Аминь. Спасибо тебе, Господь, что это делаю я, а не другой. Аминь. Которому служу, что не пристану, вспоминаю о тебе. Павел говорит Тимофею, я о тебе вспоминаю и желаю видеть, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радости. Тимофей о чем-то плакал. У Тимофея была какая-то определенная печаль или определенная скромность или даже стыдливость, с которой он не мог благовествовать Евангелие. Когда мы смотрим дальше, он говорит, я хочу, мне нужно исполниться радостью, потому что я хочу напомнить тебе, что твоя бабушка имела нелицемерную веру. Она, Лаида была, да, и мама твоя, Евника, они имели нелицемерную веру, и я уверен, что это нелицемерная вера, она в тебе. И шестой стих, это базовый стих моего послания сегодня, по этой причине, то есть, есть определенная причина, по которой Павел обадривал Тимофея. Он говорит, по этой причине я напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. И дальше он говорит, ибо не дал нам Бог духа боязни или страха. Ты чего-то боишься, и поэтому ты о чем-то плачешь. И дальше он в 8 стихе говорит, итак, когда я сказал тебе вот это, итак, не стыдись свидетельства Господа Иисуса Христа не меня узника, но, пожалуйста, если страдаешь, страдай с радостью. И другой перевод говорит, по этой причине, это шестой стих, по этой причине раздуй пламя твоего дара. Знаете, это как дрова, ты бросаешь в огонь, еще там, может быть, какие-то угольки остались, которые там дымятся, и ты бросаешь новые дрова, и нужно раздуть немножко, раздуть, чтобы горел огонь. И когда горит огонь, это радостно. Смотреть на огонь всегда, не устаешь никогда, на воду, на огонь, как кто считает деньги. Но другой вопрос, огонь не просто горит, лаская взор, или огонь согревает все вокруг себя. Поэтому возогретый дар в нас, он служит Господу плодом, мы приносим плод, и второе, он возогревает всех вокруг себя. Вот когда ты служитель, ты дар, то твой дар, он возогревает и благословляет все окружение вокруг тебя. Аминь, друзья. Я видел за 40 лет чуть больше моего служения, Дух Божий прежде всего покоится в человека, а потом использует его для славы своей. Они были раньше некультурные, они раньше были необразованные, неграмотные, просто невзрачные, они были неизвестные эти люди, но они были полностью преданы воле Божьей. И знаете, что произошло? И цели Божьей. И я был свидетелем того, и вы являетесь, я уверен, свидетелем того, как такие люди достигали побед и получали большие результаты. Другие личности с образованиями, я не против образования, красноречия, популярность, с каким-то высоким положением в обществе полностью провалились, поэтому Бог будет использовать тебя и то, что ты имеешь, может быть, это даже самое просто и смешно для тебя, то, что ты имеешь, но если ты позволишь ему. Поэтому мое послание сегодня вот так звучит, твое малое достаточно для Бога, чтобы проявились его чудеса в твоей жизни. Аминь. Другими словами, для этого, что нужно, развивать свой дар или развивать свой талант, каждый человек в той или иной мере одарован. Вы согласны с тобой или нет? Вот в какой-то мере? Мы не говорим, что каждый пастор, каждый лидер, но абсолютно каждый человек в определенной мере чем-то одарован. Джерн Максвелл когда-то сказал, что самое богатое место на земле это кладбище. Потому что под могильными плитами там похоронены таланты, похоронены невоспользованные дарования, призвания и все прочее. так и нераскрытых, так и непримененных в жизни. Дары развиваются, когда ты ревнуешь. Псалом 68 стих 10 говорит, ревность по дому твоему снедает меня. Знаете, когда церковь преобразовывается? Когда она растет, развивается, преобразовывается, когда в ней есть люди, которые ревнуют о преобразованиях. У каждого верующего, кто является членом тела Христова здесь, в церкви Ковчег, должна быть внутренняя глубокая ревность. Ну, по дому Божьему. Есть ревность лютая, как преисподняя, это не к нам. Ну, она лютая для дьявола, вот эта ревность божественная, когда ты жертвуешь, то есть, когда ты ревнуешь по дому Божьему. У вас есть ревность по дому Божьему? У вас есть ревность потом, чтобы церковь развивалась, чтобы сюда было приятно приходить и снова возвращаться. Что, когда ты приходишь сюда, это территория атмосферы любви, взаимопонимания, Духа Святого, присутствие Божье, исцеление, спасение, преобразование. А? Аминь. И ты можешь принести особую часть в это служение. Я уже сказал, Моисей из-за ревности стал вождем Израиля. Авигея, помните, через щедрость стала женой царя. Через свою щедрость она стала женой царя Давида. шановал, он был жадный, он был злой, так Писание говорит о нем. Поэтому христианин не должен быть жадным и не должен быть злым. Потому что церковь готовится стать женой самого царя. Аллилуйя. Аминь. Поэтому Авигея через свою щедрость, вот небольшой дар щедрости, она стала женой царя. Давид, он играл просто и попал в дворец. Саул искал игрока, который бы играл, музыканта. И Давид играл где? На поле просто играл овцам своим. Он пас овец и просто им играл. Там легко играть, там не надо особого таланта, там не надо ничего особого, просто овцы любую музыку любят. И он просто там играл. Кажется, никто не видел в поле или в лесу или в горах. А вот когда нужен был музыкант для царя Саула, он говорит, поищите мне и кто-то уже во дворце, прямо во дворце, прямо у Саула, значит, что он сказал? А я видел. А я видел, как Давид играл. А ну, позовите меня сюда. Он стал играть и он стал царем. А знаете, что Есфир через свое послушание и через свою красоту, прежде всего, а потом через послушание спасла весь израильский народ. Поэтому, женщины и сестры, вы все красивые. Аллилуйя! Раскликнул Иван, очень. Вы все красивые и вы должны спасать Сочи. своей красотой и своим послушанием Господу. Мордахей пришел и сказал Есфире, ты иди. Когда иди? Хорошо идти к царю, когда есть благоволение, а идти к царю, когда ты переступаешь порог и тебя ждет смерть, если скипетр не будет поддят. Понимаете? Вот это серьезное послушание, вот это серьезный момент. Знаете, что произошло? Есфире сказала пойду. Буду жить, пойду, или не буду жить, все равно пойду. Умереть умру, но зато сделаю то, что ты говоришь. Кто он был ей? Дядя, Мордахей, боящийся Господа. Знаете, Мордахей, который боялся Господа, повлиял на Есфире так, что она, будучи царицей, могла спрятаться в царском дворце, но она пошла, можно сказать, торгуясь со смертью, да, и спасла весь Израиль. Небольшой дар послушания. Вы знаете, что Мордахей через смирение был вознагражден. Смирение, оно дает право и дает тебе такую власть внутреннюю служить. А Даниил через поклонение Господу стал начальником над сатрапами. просто он поклонялся Господу три раза в день. Мы сегодня пели гимн, что поклонение это наша жизнь вся. Ревность, щедрость, послушание, смирение, поклонение, применение даров. Гедеон просто, знаете, вот эти горшки глиняные и внутри свечи. Величайшая победа. Это немного, это очень мало. А помните вдову для Ильи, который пришел и сказал, дай мне немножко воды, она пошла, чтобы взять, хотя было засухо кругом и был голод. Она послушалась, потому что Бог ей повелел кормить его, а он говорит, и чуть-чуть возьми там еще хлеба в руку твою, я голоден. Она повернулась и сказала, у меня ничего нет, последняя надежда. Я сейчас собираю пару палиндров, и мне смерть смотрит в глаза. Она уже и заключила наверное завет со смертью, знаете, договор такой, что сегодня съедим, а завтра умрем. Но то малое, а что у тебя? Чуть-чуть, 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 совершенно чуть-чуть масла, кувшиня и муки в катке совсем немножко. Мы вот это приготовим и умрем, это совсем немножко, мы приготовим и умрем, но так говорит Господь, твое малое достаточно для того, чтобы в твоей жизни произошли чудеса через вмешательство Божье. Аллилуйя! Аминь, церковь, это малое, но если ты это малое, представишь Богу. Может быть, ты радуешься этим малым, что у тебя есть, и просто держишь его там за кромах, но знаешь, когда Иисус благословил хлеб и две рыбы, пять хлебов и две рыбы, когда ученики, они были в пустыне, я люблю это местописание, потому что это классика христианской жизни, понимаете, когда Господь говорит, накорми людей, а ты говоришь, место пустынное, время позднее, и у меня ничего нет, так сказали ученики, так они ответили Христу на призыв отдать то малое, которое у тебя есть. и мы всегда говорим, пусть кто-то другой, место пустынное, тут нет никаких возможностей, люди все бедные в России, вообще денег ни в кого нет, я не знаю, заполненные все гостиницы в Сочи и все рестораны, все бедные, до беспредела, даже аж не знаешь дальше, как жить, поэтому я бедный, я жертвовать не буду, знаешь, когда ты бедный и не жертвуешь, станешь богатым и умрешь своим богатством, так и никогда не пожертвуешь, потому что нужно действие малого, знаете, действие малого, вот что у тебя малое есть, и Писание говорит, что Иисус благословил пять хлебов и две рыбки и сказал, знаете, что Он сказал ученикам, раздавайте им, и когда они начали раздавать, тогда Бог начал, вот пока ты не начнешь раздавать, Бог не может это умножать, понимаете, смотрите, четыре вещи о вечере Господней, где первое послание Коринфянам 11 глава, апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что вам передал, что Иисус в ту ночь, в которую взял хлеб, благословил и преломил и раздал, четыре вещи, четыре глагола, которых я кратко хочу сказать, как бы именно вот для этого послания, Он взял, вы знаете, что сделал Господь, Он нас взял, аминь, вот когда мы будем сегодня брать вот этот кусочек хлеба, тело Христово, вспомните, что Он нас взял из мира, Он нас выбрал, Он нас спас, аминь, Он нас оправдал, аминь, Он нас простил, халлелуя, Он нас крестил Духом Святым, Он нас поместил в церковь свою, аминь, и когда Он берет нас из мира, первое, это Он берет, второе, Он нас благословляет, аминь, вот ты принимал спасение, ты летел в церковь, как на крыльях, ты был благословлен, тебе хотелось любить весь мир и обнимать, Он нас благословляет, Он всегда нас благословляет, Он нас исцеляет, халлелуя, да, Он нас благословляет, делал рук наших, и дальше, и дальше, а третье, Он нас преломляет, и вот этот момент преломления, очень важный, это знаете, какой момент, это момент действия, преломление, это момент действия, когда ты высвобожаешь, Высвобождаешь твои мальчины дары в призвании в вере к Господу, доверяя Ему, и тогда ты будешь роздан. Твои дары будут действовать, твои дары будут кормить людей. Не пять тысяч, а двадцать тысяч. Аминь. Поэтому, когда ты высвобождаешь то малое, что у тебя есть, Господь начинает его умножать. Во имя Иисуса. Аминь. Когда Елисей спросил вдову, что у тебя есть в доме, она говорит, у рабы твоей ничего нет. Вот это всегда так. У рабы твоей ничего нет. У меня, Господи, ну ничего нет. Подожди, подожди. Маленький сосуд с елеем, только чуть-чуть. Что тебе нужно сделать? Взять сосуды и начать наливать. И написано в Писании, когда она начала наливать, масло начало умножаться. Бог реагирует на твое действие. О, я хочу, пастор, да, я буду. О, Господи, я буду. Послезавтра буду. Ну, может, через месяц буду. Не, сейчас вот заработаю на квартиру, а тогда буду жертвовать. Вот сейчас заработаю на машину, а все остальное буду жертвовать. Никогда этого не будет. Когда ты будешь сидеть и даже довольствоваться твоим малым, ничего не произойдет. Нужно высвободить малое, чтобы пришло большее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...